Продолжение следует... 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 И сегодня эти вещи тоже можно увидеть у нас. Я думаю, никто не расстроится от того, что можно увидеть, есть возможность увидеть такие потрясающие работы великих мастеров. Открытие уже прошло 10 сентября, если не ошибаюсь. Расскажите, как оно проходило, ваши впечатления поделитесь с нами. Ну, во-первых, к нам приехала большая делегация из Государственной Третьяковской галереи. Сначала прибыли два реставратора и куратор проекта, Наталья Григорьевна Преснова, вот, в общем-то, это ее идея создания такого выставочного проекта «Городской романс». И реставраторы вместе с реставраторами Приморской государственной картинной галереи вели распаковку экспонатов, тщательный осмотр их, передачу, потому что все это, конечно, занимает очень много времени, описание, внимания. Потому что, сами понимаете, работы проделали не близкий путь, 10 тысяч километров, безусловно, воздушным транспортом, но все равно и перепады, и климат они большие, и дорога, и, конечно, какая-то определенная боязнь сотрудников, музейщиков всегда присутствует при таких больших транспортировках на таком большом расстоянии. Но замечательно, что все прошло хорошо, при распаковке не было обнаружено никаких изменений в произведениях. И после этого, уже 9 сентября, к нам приехали еще два заместителя. Это главный хранитель Татьяна Семеновна Городкова, главный хранитель Государственной Третьяковской галереи и заместитель директора по научной работе Карпова Татьяна Львовна. И вот, получается, делегация из пяти человек участвовала в торжественном открытии выставки. Надо сказать, что, безусловно, этот проект не состоялся бы без поддержки администрации Приморского края, потому что произведения, вообще, проекты художественные, которые связаны с произведениями искусства, они, конечно, очень затратные. Это и логистика, это транспортировка, это страховка огромная, потому что все, конечно, должно быть защищено в случае различных мероприятий, которые могут произойти. Поэтому все это большие затраты. И просто поднять такой проект самостоятельно, это, конечно, было невозможно. И когда мы полтора года назад выступили с идеей перед администрацией о том, чтобы провести этот проект, то он был поддержан. И мы благодарны Ирине Николаевне Миклушевской, которая поддержала этот проект, и губернатору Приморского края, который также одобрил этот проект. Потому что сначала мы думали, только говорим о золотой карте России, то есть представим нашу коллекцию в Третьяковской галерее. Но потом, в наш юбилейный год, нам не хотелось, чтобы у нас пустые залы были. И нам, конечно, хотелось бы тоже порадовать зрителя каким-то уникальным выставочным проектом. И когда было озвучено второе пожелание, что вот наша коллекция будет представлена в Третьяковской галерее, а здесь у нас выставка из Третьяковской галереи, это тоже было услышано и одобрено. Поэтому сегодня у нас, конечно, это большой для нас праздник, что эти два проекта состоялись. К проекту «Золотое кольцо» мы еще обязательно в разговоре вернемся. Сейчас хотелось бы заострить внимание все-таки на нашей Приморской краевой государственной картиной галереи. Полувековой юбилей. Мы вас поздравляем. И я думаю, что стоит рассказать, наверное, о фондах. Да, фонды Приморской картинной галереи – это не только прекрасное собрание русской живописи, графики, но это и западноевропейская живопись. Это огромная коллекция советского искусства, которая, к сожалению, давно не выставлялась. Она действительно одна из жемчужин нашей коллекции. И, конечно же, самая большая и самая дорогая для нас – это коллекция приморских художников. От начала XX века до сегодняшнего дня. Это вот самое интересное, пожалуй. И я думаю, что наша выставка в Москве будет выглядеть не более бедной, чем московская выставка в наших стенах. Очень интересно узнать мнение зрителей. Я так понимаю, на открытии уже побывали люди и немало людей. Какие отзывы вы слышали? Какие впечатления и эмоции вы ощущали? Ну, вот то, что даже на открытии произнесли, говорят, мы не верим, что это происходит во Владивостоке. Потому что уникальная возможность увидеть Маковского, Репина, Рубинштейна, Васнецова. Многие подходили ко мне и говорили, а это настоящий Васнецов? Да, действительно, у людей возникает. Потому что не верится. Ну, правда, не верится. Только в субботу и воскресенье два дня поработало пока. Сегодня вот третий будет, потому что вчера был выходной. Но в эти два дня, несмотря на плохую погоду, народ шел прям ей такой единым потоком. И наши дежурные научные сотрудники просто к вечеру остались совершенно без голоса. Потому что приходилось выходить на экскурсии, приходилось рассказывать людям. Потому что действительно не верится, что все это вот здесь. И своими глазами можно увидеть. Да, действительно, стоит увидеть. Потому что, когда перед тобой шедевр, это определенная энергетика, очень сильная, мощная. Это определенно заряд какой-то. Я даже не могу описать этого. Поэтому я очень понимаю людей. И я уверена, что будут идти, идти, идти. И гости Приморья, и жители края, и города. Давайте вернемся к Золотому кольцу России. Проектов очень много. Хочется сегодня обо всех успеть поговорить. Вы не первый год, я так понимаю, принимаете в нем участие. Участие вместе с Третьяковской галереей, опять же. Расскажите об этом. Проект «Золотая карта России» был выдвинут когда-то. Идея принадлежит именно Государственной Третьяковской галереи. И задача проекта – показать региональные собрания в Центральном музее, то есть Государственной Третьяковской галереи. И очень многие музеи представляли свои коллекции, потому что действительно порой мы не знаем даже, какие жемчужины, какие удивительные произведения находятся в том или ином музее небольшого города, области. И это просто для многих искусствоведов и любителей искусства бывает открытие. Самый дальний, наверное, от Москвы город, который участвовал в «Золотой карте России», это был Якутск. После Якутска, то есть Дальний Восток, никогда не был представлен. И, конечно, это была очень амбициозная идея заявить о том, что мы готовы поучаствовать в этом проекте. И наше решение было одобрено. И сегодня, вот вчера буквально мы созванивались с главным хранителем, с реставраторами, они уже там работают, наши специалисты, так сказать, передают коллекцию, уже монтируется экспозиция. Мы уже даже увидели первые фотографии, как это будет представлено. Очень красиво, очень эффектно. И потом произведения в других залах, в другом пространстве, они совсем по-другому звучат. И когда год назад к нам в августе приехала делегация из Третьяковской галереи, это был первый осмотр произведений, который предполагалось взять для участия в «Золотой карте России». И тогда был составлен предварительный список. Целый год мы готовили произведения, меняли где-то рамы, потому что мы посчитали не всегда возможным в исторической раме отправить. Поэтому некоторые исторические рамы, очень хрупкие, мы все-таки сняли с полотен. Некоторые произведения мы не дали на выставку в силу тоже безопасности и их сохранности. Например, замечательный портрет Головина, портрет Высоцкой. Все-таки наш реставрационный совет. Все коллеги сошлись во мнении не отдавать. Не рисковать, да? Да, потому что очень хрупкая техника, темпера, пастель, большой размер. Все-таки мы решили не рисковать. Все это вызвало, конечно, понимание с сотрудниками государственной Третьяковской галереи, потому что какими бы ни были проекты, самая главная задача в России — это сохранить. Поэтому некоторые вещи были просто заменены на другие произведения. Вещи все готовились к этому проекту. Они прошли реставрационный осмотр. С некоторыми были проведены реставрационные профилактические работы. И, в общем, на сегодняшний день коллекция благополучно доставлена в Москву и занимает уже свое достойное место в залах Государственной Третьяковской галереи, в инженерном корпусе в Лаврушинском переулке. Я так хочу добавить еще, что мы, в принципе, не первые, это не впервые мы пытаемся попасть в этот проект, но дело в том, что впервые мы получили одобрение и помощь от краевой администрации. Потому что без такого встречного движения федералов и местных властей этот проект просто невозможно сделать. Это невозможно, конечно. Масштаб велик, как мы уже сказали. Очень интересно узнать, как много времени уходит на подготовку, ну, давайте, наверное, максимальную подготовку картины к такому долгому путешествию. Ну, как обычно. В принципе, Алена Алексеевна все уже озвучила. То есть сначала осмотр, выбор, потом реставрационные какие-то действия необходимые, на которые мы принимаем общее решение, что их нужно сделать. Вот. А затем упаковочные материалы специально. Огромный труд наших реставраторов, которые всю каждую картину нужно уложить, заклеить, положить, заказать ящики. Это тоже огромное. То есть это месяцы, я так понимаю. Да что вы, это месяцы, месяцы. Да, это год нужно вообще, чтобы спокойно подготовиться. И нужно же в это время работать. То есть мы должны были изменить экспозицию, изменить логистику, так сказать, внутри галереи. То есть работа очень большая и многосторонняя. Ну и потом, конечно, слишком мы далеко от Москвы, поэтому логистика, еще выстроить логистику, как работы будут доставляться, какие ящики входят в самолет, какие не войдут, там буквально разница в 2 сантиметра, может быть. То есть все эти моменты, казалось бы, вот такие небольшие, но их надо все учитывать. Поэтому это, конечно, огромный труд всего коллектива, который работает над проектом. То есть каждый выполняет свою работу в определенном ключе. Где-то мы решаем вместе, принимаем решения, безусловно. Но это вот труд огромной-огромной команды, чтобы все сделать. И когда, конечно, выставка представлена, и ты идешь по залу, и все так красиво, все так прекрасно, легко и хорошо. Легко, да. Как говорится, большого труда не видно. Какая огромная работа всему этому предшествовала. Ну, вы знаете, когда смотришь на людей, когда они радуются, когда они восхищают, когда они говорят, не может быть, что это у нас, коллеги, мы вас поздравляем. Это фантастика, то ты понимаешь. Вот он, как бы момент славы, не в плане себя, да, а момент славы картины галереи. Насколько приятно, когда сюда приходят люди, они получают удовольствие от того, что видят. Давайте сейчас ненадолго прервемся. Мы сделаем небольшую паузу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о масштабной выставке «Городской романс». Давайте как раз и вернемся, собственно, к «Городскому романсу». Расскажите о ней. Нам интересны все детали, все подробности. Вы знаете, все-таки выставка называется «Городской романс». И она явно предполагает связь между живописью и музыкой. Надо сказать, что некоторые имена, представленные на выставке, они прекрасно представлены в нашей коллекции. То есть это имена этих художников, они не новость для наших зрителей. Но в контексте выставки они приобретают совершенно новое звучание. Например, Тропинин. Портрет гитариста – это как бы такая вот, как-то говорят, топовая вещь, потому что она у нас присутствует на всей программе. Это работа Тропинина Василия Андреевича. У нас есть великолепный портрет работы его в нашей коллекции. Но здесь гитарист. И рядом девушка с гитарой. То есть у нас портреты Доргомышского и Рубинштейна. У нас представлены парадные портреты великолепных женщин начала и середины, и конца XIX века, которые известны не только как какие-то представители высшего дворянства, но и как великолепные певицы, музыкантши. Многие художники, которые участвуют в этой выставке, имена которых представлены, они тоже музицировали. Глинка прекрасно пел и помнит его то, что когда он пел, то, как говорят, в саду собирались люди и не могли оторваться. Вообще оказывало какое-то совершенно магическое воздействие на слушателей. А насколько интересно посмотреть на портрет Рубинштейна. Николай Григорьевич Рубинштейн – это известный музыкант, дирижер. Очень близко сотрудничал с Чайковским. У них были какие-то и дружеские, и какие-то споры музыкантские. И вот Наталья Григорьевна Преснова, докуратор выставки, она нам рассказывала о том, что все говорили во время, когда уже портрет был готов Рубинштейна, про то, что он похож на льва. И действительно у него такая грива. И понимаете, вот очень скромный вроде бы колорит, как скромный, не светной. Это там черный, белый, красный в основном. Но насколько этот аккорд действует, именно аккорд цвета. То есть вот эта музыка и живопись, они очень плавно связаны. И проект этот очень непросто созидался. Я думаю, что, наверное, я наверняка, Наталья Григорьевна, большая поклонница классической музыки и романса. И поэтому ей легко было работать над ним. Хотелось это делать. Да, хотелось это делать. С душой, как говорится. И поэтому даже, во-первых, наши экскурсоводы во время экскурсии будут напоминать строчки каких-то романсов, которые были на слуху у Натальи Григорьевны, когда она готовила эту выставку. Например, один из самых первых романсов, который написал композитор Дубянский, мы вот это имя первый раз услышали, к сожалению, на этой выставке. «Стонет сизый голубочек, стонет он и день, и ночь, миленький его дружочек отлетел надолго прочь». Это указание на этот романс есть у Пушкина в стихотворении. То есть это вот то, с чем жили люди, те, которые изображены на портретах, например. То есть мы возвращаемся вот в эту эпоху салонов, когда люди собирались, когда они исполняли романсы, правильно? Да, и мы для того, чтобы усилить это впечатление салона, мы и поставили какую-то мебель специально, так сказать, с антуражем салона. Мы записали очень много романсов, вот таких вот именно, которые подходят к настроению нашей выставки. И эти романсы звучат постоянно. То есть зрители, смотря на картины, они сразу получают и какую-то такую вот не только визуальную информацию, но и слуховую тоже. И потом для того, что у нас выставка впервые вот такая длительная, она, то есть пять месяцев будет у нас. И мы хотим, чтобы наши зрители приходили на эту выставку не один раз. Первый раз они могут прийти, чтобы посмотреть ее, послушать романсы. В другой раз они могут прийти на какой-то концерт романсовой музыки. А в третий раз они могут прийти на лекцию о каком-то из художников, представленных на этой выставке. А для детей у нас своя программа. Вот дети у нас будут играть, у них будут специально уже разработаны и приняты ученым советом квесты, с которыми наша молодежь будет работать с детьми. То есть мы очень серьезно готовились к этой выставке. И надеемся, что, да, и литературная составляющая тоже будет присутствовать в наших лекциях. Так что на нашем сайте primgallery.com можно просмотреть всю программу на все эти пять месяцев, включая новогодние праздники. Так что я думаю, что можно будет неоднократно прийти в картинную галерею. Это очень здорово, и спасибо вам за такое дело замечательное, потому что действительно и детям полезно, это и знакомство с историей. А как вы сказали, действительно прийти не один раз стоит, потому что по себе знаю, когда ты приходишь в такое место, а ты просто не успеваешь проникнуться каждым шедевром за один раз. Тебе не хватает этих эмоций, хочется вернуться снова и снова. Я думаю, так и будет с гостями галереи. Давайте поговорим немножко подробнее о лекциях. Будут ведь и лекции, правильно, насколько я знаю, в рамках программы? Да, конечно. Программа очень такая разносторонняя. То есть, как Наталья Андреевна сказала, это музыкальные вечера, камерные музыки, поэтические вечера. Вечера, которые мы совместно подготовили с Приморской краевой филармонией, где будут участвовать музыковеды, где можно будет узнать и о живописи, и об инструменте, и его развитии, и его значении в культуре, например, 19-го столетия, и почему так была популярна гитара, и прослушать какие-то романсы из этого времени. Ну и, конечно, отдельные будут посвящены творчеству художников, например, творчеству Константина Владимира Маковских, творчеству Коровина, Репина, Васнецова. То есть, практически, да, про всех ведущих художников, которые представлены в проекте, будут читаться монографические лекции, но с уклоном на их работу, допустим, в музыкальном театре, с оформлением постановок связано, так как сама тема «Городской романс», она как бы нас притягивает к этому. Действительно, очень здорово. К сожалению, у нас остается немного времени, и мне бы хотелось, чтобы вы еще успели рассказать о проектах, о других проектах, я имею в виду, о планах на будущее, так сказать. Ну, вообще, у нас вот этот год юбилейный, очень насыщенный. У нас, вот только мы открыли выставку из Третьяковской галереи, сейчас 22 сентября мы откроем выставку из собрания Приморской государственной Третьяковской галереи в Москве. Потом с 26 сентября по 2 октября у нас впервые пройдут Дни Эрмитажа во Владивостоке, у которых тоже очень насыщенная такая недельная программа. Это масштабное, громкое событие, действительно. Это будут мастер-классы по реставрации графики, это будет приезд Михаила Борисовича Петровского впервые сюда, и его публичная лекция в ДВФУ. Это будет награждение премии «Искусственный глагол» среди СМИ. Мы уже собрали достаточно хорошее количество заявок, и надеемся, что многие, кто заявил, конечно, победят, и смогут поехать в декабре в Санкт-Петербург за счет фонда Потанина, потому что этот проект поддержан именно фондом Потанина. Это выставка, целая анфилада залов Государственной Третьяковской галереи будет отдана под Эрмитаж, знакомство с ним. Это знакомство с библиотекой Эрмитажа, которая сегодня уже формируется у нас. Более ста изданий, только вот что нам было передано из Государственного Эрмитажа, с которыми в дни Эрмитажа можно будет познакомиться в залах, которые представляют интересы для исследователей, для любителей, а потом уже посещать нашу библиотеку, например, если кто-то работает над какой-то конкретной темой. Это выставка будет произведений, которые в свое время были переданы нам из Государственного Эрмитажа в 1930-е годы. То есть вот такая вот обширная программа. Будут кинопоказы об Эрмитаже с любовью. Будут работать две площадки. Олеудская 12 и будущий центр Эрмитаж Владивосток, Светландская 3840. Там каждый день будут проходить показы. Уже у нас есть контент, согласованный с Государственным Эрмитажем. В общем, поэтому следите тоже за нашей программой и приходите. Потом в октябре у нас, в середине октября, я сейчас точно не 14 или 15, откроется большая масштабная выставка из Государственного исторического музея, которая называется «Образ Богоматери. Иконы XVIII – начала XX века», представляющие иконопись, прориси, церковную утварь. Этот большой масштабный проект впервые поддержало Министерство культуры, вот, чему мы очень рады. Сейчас этот проект мы делали, совместно подавали заявку с Дальневосточным художественным музеем. Вот сейчас он экспонируется в Хабаровске. Потом из Хабаровска эта выставка в полном составе приедет к нам. Мы тоже считаем это уникальный проект, потому что, конечно, увидеть такое количество предметов древнерусского искусства – это тоже уникальная возможность. Более 300 предметов будет принимать участие в этом проекте. И еще один большой проект, который, возможно, для детской аудитории, хотя, я думаю, будет интересен всем. Это выставка «Современная народная игрушка» из Государственного музейно-выставочного центра «Росизо Москва». В прошлом году мы привозили лаковую миниатюру, представили искусство наших замечательных промыслов. Это палик, фидоски, намстера. А в этом году можно будет увидеть игрушку, которой тоже очень много, но, к сожалению, мы так далеко от тех очагов России, где все это начиналось, производится и заявляет о себе, что, я думаю, для всех, для любого возраста, и для детей, и для взрослых будет очень интересно посмотреть, какая есть сегодня современная игрушка, как она развивается, как сохраняются ее традиции. Ну вот такие масштабные проекты мы планируем до конца 2016 года. И, конечно, это еще презентация нашего альбома, первого масштабного альбома по русскому искусству 18-го, начала 20-го века. И это идет уже на финишную стадию. Да, уже финишная прямая. Когда вы все успеваете, я только одного понять не могу. И, конечно, конференция, юбилейная конференция. К нам приедут коллеги, мы планируем, что будут коллеги из Государственного русского музея, из Третьяковской галереи. Это уже шестая будет конференция. То есть мы с 2006 года, каждые два года, проводим такую конференцию. Я думаю, мы очень достойно так завершим свой юбилейный год. Ну и, соответственно, потом, конечно, эту планку нам придется выдерживать дальше. Но проекты есть, уже проекты есть и на 17-й год, да. Мы знаем, что мы хотим. Есть амбициозные, есть более простые. Мы работаем. Но все они прекрасны, по-своему, безусловно. И я очень рада, что вы говорите, мы далеко. А я считаю, что Владивосток по праву может считаться культурной меккой. Хотя бы на этот год, как минимум. Я думаю, у нас нет другого выхода. У нас теперь такие, Эрмитаж, Мариинский театр, Третьяковская галерея. Нам просто отступать некуда. Да, поэтому держите планку. Мы вам желаем успехов, удачи, побольше таких масштабных проектов. Сил, конечно же, чтобы были силы двигаться дальше и работать. И спасибо вам большое, что делаете. Это доброе, замечательное дело. Спасибо. И с юбилеем вас, конечно. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин